Первое соборное послание святого апостола Петра. Глава 1. Пётр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христову страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведеме вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами, будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, наявившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и свет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 3 глава. 1 Петра, 3 глава. 1 Петра, 3 глава. 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. 2 Петра, 5 глава. 2 Петра, 5 глава. 2 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. 2 Петра, 6 глава. 3 глава. 3 глава. 3 глава. 4 глава. 4 глава. 5 глава. 4 глава. 5 глава. 5 глава. 6 глава. 6 глава. 5 глава. 6 глава. за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены и порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо пребывает одесну и Бога, и Которому покорились ангелы и власти и силы. 1 Петра, 4 глава. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? А они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странно любивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начать сосуду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведники едва спасаются, то нечестивые и грешные где явятся? Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. 1 Петра, 5 глава. Пастыри ваших умоляю я, сопастыри, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно. Не для гнусной корости, но из усердия и негосподствую над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Божий всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана Виарного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.